Всем привет! Меня зовут Анна Кравченко и вы на моем канале. Очень частый вопрос вне в директ, как вы развиваете свои аккаунты. Кто-то их вам ведет, сами вы снимаете видео, либо не сами вы снимаете видео. И просят дать советы именно начинающему бьюти-специалисту, как же правильно зарегистрировать аккаунт, например, как правильно его вести, и в каких же социальных сетях, TikTok, либо Instagram. Вот об этом мы сегодня и поговорим. На данный момент я веду три социальные сети. Это YouTube, TikTok и Instagram. Начнем с YouTube. Совсем коротко. Я его веду не сама. То есть у меня есть съемочная команда, которая сейчас здесь находится. Они снимают видео. Также есть у меня менеджер Миза. Она тоже здесь находится в съемках. Слушает все, записывает, монтирует. И я смотрю уже просто конечное видео. YouTube мы выставляем каждую пятницу. Где-то стоимость одного видео выходит около 20 тысяч кривен. То есть да, это вложение. Но вложение во что? Для чего я веду YouTube? Потому что с YouTube приходит самое большое количество иностранных студентов. И они приезжают в Украину, в Академию на обучение. То есть у меня профнаправление, профканал. И он направлен на целевую аудиторию людей, которые бы хотели научиться. Далее у меня есть TikTok. И TikTok я завела, потому что мне хотелось понять эту социальную сеть. Я заводила его много раз, пять раз. Он у меня не получался. У меня не было никаких просмотров. И потом я вспомнила, что есть девочка, у меня знакомая, Влада Гармаш. И оказывается, у нее она топ-тиктокер. Первое место у нее в TikTok по просмотру. 7 миллионов подписчиков. Кстати, с Владой Гармаш у меня есть видео. Обязательно его посмотрите. Я взяла у Влады консультацию. Она мне за 40 минут вместе с Максимом рассказали, как правильно зарегистрировать, что правильно туда снимать. И я зарегистрировала TikTok. TikTok видео у меня снимает отдельный видеоператор. Где-то каждое видео выходит около полторы тысячи гривен. Тысяча-полторы тысячи гривен. И ранее я выставляла по три видео в день. Сейчас я выставляю где-то одно видео раз в три дня. У меня достаточно хороший аккаунт, большое количество рекламных предложений. Просто мне некогда это монетизировать. Возможно, в ближайшее время я возьму менеджера, который мог бы это все монетизировать. Для TikTok мы снимаем отдельное видео. Где-то 10-13 видео я снимаю за два часа времени. Выделяю именно два часа времени для того, чтобы отснять конкретно контент для TikTok, который я пощу только в TikTok. И сейчас его начинаю репостить в Reels в Instagram. Чуть позже расскажу. То, что я пощу в TikTok, не несет никакой смысловой нагрузки. Вот я даже больше скажу, что моему интеллектуальному уровню очень тяжело воспринимать мои видео. Но это людям нравится, это хайпует. Видео заходят. У меня большое количество видео миллионников. Есть видео, которые набрали больше 20 миллионов просмотров. И для чего я веду TikTok? Потому что видео с TikTok берут популярные паблики в Instagram, постят их и делают на мою страницу в Instagram отметки. И таким образом ко мне приходит новая аудитория в Instagram. TikTok я никаким образом не продвигаю, не вкладываю деньги в рекламу, ничего. Вот просто загружаю видео, которые в среднем где-то 8 секунд по времени. Желательно, чтобы ваше видео как будто бы вот хочется еще досмотреть, а оно уже закончилось, и поэтому человек пересматривает. То есть самое главное в TikTok, чтобы человек хотел еще раз пересмотреть это видео. И все. То есть по большому счету это 2 часа времени в месяц для того, чтобы отснять контент и потом выставляю эти видео. И Instagram. Вот Instagram у меня уже достаточно давно. Он пережил столько всего. Он пережил все виды накруток, раскруток, перекруток, гивэвэй. Вот все. Очень забавная была история с вот этими автоматическими лайками и автоматическими подписками, когда твой аккаунт автоматически подписывается на разных людей. и лайкает разных людей. Ты потом заходишь в директ, и тебе 50 сообщений от каких-то непонятных мужчин, где сообщения такого характера. И что же этот такой цветок во мне нашел, что он мне отлайкал все фотографии, он на меня подписался, давай дружить с тобой. И я поняла, что это не моя аудитория, да, целевая аудитория. Вряд ли эти люди будут делать брови. И я это все убрала с аккаунта. Наверное, конечно же, у меня были боты, которые я уже отписываю много лет. Они все никак не доотписываются, потому что они тянут аккаунт вниз, просмотры вниз. И слава богу, уже у меня выровнялась статистика, что они постоянно идут отписки. Также были гивы. Я участвовала в трех гивах. И могу сказать, что я больше не буду участвовать в гивах никогда. По причине, во-первых, если это у меня был один недобросовестный гив, когда тебе обещают определенное количество подписчиков, что вот там у нас 10 блогеров, мы обмениваемся аудиторией. Почему недобросовестный? Потому что, видимо, не был тот приход, который заявлен по подписчикам, и тебе просто на аккаунт нагнали ботов, опять-таки, которых нужно отписать. И второй момент, почему я не хочу участвовать в гивах и не участвую, потому что все равно люди подписываются, и эти люди потом обратно отписываются. И для того, чтобы держать статистику, тебе нужно постоянно участвовать в этих гивах, снимать сторисы данных гивэвээх. Поэтому в этом я не участвую. Сейчас у меня инстаграм растет чисто органически. У меня даже нет таргета, ничего, я не делаю никакие продвижения ни на видео, ни на сторисы. Видео растут только за счет приплыва аудитории с ТикТока. И также очень хорошо сейчас идут просмотры рилсов. В рилсе я загружаю те же самые видео, что у меня в ТикТок. Да, какие-то заходят, какие-то не заходят, но, в принципе, по просмотрам показывают очень хорошую статистику. На данный момент инстаграм я веду сама. Я также хочу завести, заводит, наверное, собаку. А СММ-менеджера найти, найти СММ-менеджера для своей страницы, такого менеджера, который бы мог мне помогать отвечать в Директ, потому что каждый день у меня около 200-300 сообщений, на которые нужно ответить. Плюс сообщения очень многие проф характера. В инстаграм в среднем день я сижу 7-8 часов по времени. И хотела бы найти менеджера, который бы мне помогал. У меня нет ни сторис-мейкера, я думаю, по моим сторисам это видно. У меня нет ни контент-мейкера, который бы мне помогал. То есть все, что есть, я на данный момент делаю сама. И сейчас я хочу пригласить Саню. Это наш главный специалист по ТикТок. И Саню ведет аккаунт Илан. Она уже его не только сама ведет, она уже больше занимается креативным наполнением. И как раз-то именно она разобрала ваши страницы и даст комментарий, что же лучше изменить, чтобы ваш инстаграм вырос просто до небес. Саня, давай. Перед тем, как мы начнем разбирать аккаунты, что модно в инстаграм? Первое, на что нужно сейчас обратить внимание, это, естественно, рилс. Это самое модное, что сейчас есть. И если вы не снимаете рилс, то, к сожалению, вы не сможете максимально взять все от развития в инстаграме. Какой должен быть рилс? Сколько он должен быть по времени? 5, максимум 8 секунд, не больше. И еще, что очень важно, если в ТикТоке это видео, которое не имеет никакого смысла, и можно снимать низкоинтеллектуальный контент, то, к сожалению или к счастью, в инстаграме такое не пройдет. В инстаграме аудитория, которая хочет все-таки получить полезную информацию и уйти с какой-то пользой. На какие несколько тем вот можно снять рилс, бьюти-специалисту? То, что будет полезна именно аудитория этого специалиста. Если он направлен на то, чтобы делать макияж только своим клиентам, то это можно снимать какие-то полезные видео по типу топ-3 тональных средств или там топ-3 кисти для макияжа и так далее. Прямо писать на видео? Да. Лучше всего писать, потому что таким образом люди смогут узнать эту полезную информацию. Если просто будет видео идти с тем, как он что-то делает, то человек не поймет, к чему это было. Если же аккаунт специалиста направлен на то, чтобы обучить других визажистов, то лучше всего снимать видео по типу там, как сделать стрелку. Ну, на 5 секунд, да, то есть она там провела, но какие-то слова. Тын-тын-тын, да? Да, еще что очень классно, когда пишут, например, какую-то полезную информацию и потом пишут смотрите или читайте в описании полезную информацию. Таким образом люди переходят в описание к рилсу, начинают читать эту информацию, а видео-то все равно крутится и все равно присмотры набираются. А вот эти вот красивые сторисы, сторитейлы, это еще актуально либо уже не актуально? На самом деле, на вкус и цвет товарища нет, и очень много людей заморачиваются, делают супер какие-то креативные истории, где вылетает один текст, потом начинает бежать какой-то олень и тому подобное, кого-то начинает есть и так далее. Этого лучше не делать, бьюти-специалисты. Дело в том, что мы хотим взять от Инстаграма максимальную полезность или увидеть какую-то красивую картинку. Бьюти-специалисту достаточно использовать стандартные шрифты Инстаграма и брать какие-то просто там дополнительные, возможно, стикеры с приложений, таких как летошрифты, например, и использовать их. Сколько рилсов нужно в день выставлять? Вообще лучше выставлять один-два рилса, не более. Не стоит выставлять кучу рилсов и спамить вообще, в принципе, ленту. Многие считают, что так, значит, сегодня выставлю два поста, три рилса и как взлечу, и тому подобное. Нет, от вас отпишутся. Людям это не нравится. Я еще заметила, вот ты у себя на страничке тоже, когда даешь какую-то полезную информацию, ты не просто пишешь в комментариях, а чтобы она листалась, да? То есть это так лучше воспринимает человек. Вот я смотрю твои посты, на самом деле. Потому что прикольно их листать, когда тебе не надо заморачиваться и читать это в постах. Насколько сейчас актуально писать посты длинные, знаешь, такие поэмы? Если раньше, в принципе, то на самом деле, наверное, никогда в инстаграме не было людей, которые любят читать вам гриды. Никогда. И на самом деле люди может и хотят получить какую-то полезную информацию, что-то почитать, но если это будет в формате картинок и какого-то интерактива, людям это будет проще сделать, не напрягаясь. Поэтому, когда даже какие-то полезные советы даются именно в формате картинок, написан текст на картинках, людям просто легче его воспринять. Поэтому да, если уже какой-то даем полезный совет, который можно было бы написать в длинном посте, лучше всего просто разместить этот текст коротко на картиночках. И готов туда. И готов. Давай разберем первый аккаунт. Вы отправляли очень много аккаунтов, было сложно выбрать какие-то одни и выбрать те, которые там супер-классные или супер-плохие. Такого невозможно было сделать, потому что, в принципе, все отправили хорошие, более-менее аккаунты. Но мы отобрали трех, точнее шести, шести счастливчиков, которые сейчас узнают все, всю правду. Первый аккаунт это Ирина Якимев Мейкап. И первое, на что хочу обратить внимание, это на имя профиля. Написано наращивание ви, елами, макияж. По этой строчке приходит органический трафик с поисковой системой Instagram. Что значит органический трафик? Это когда люди целенаправленно тебя искали, а точнее искали твою услугу. Тут ему будет сложно этому человеку найти, из-за того, что тут нету города, в котором находится специалист. Если бы тут было написано, например, Львив или Киев, таким образом, было бы легче найти страничку. Если посмотреть, в шапке профиля указана стандартная информация, которая, в принципе, есть у всех. Нет такого, что будет отличать тебя от другого специалиста. В шапке профиля лучше всего размещать ту информацию, которая самая лучшая тебе говорит. То есть, возможно, ты какой-то и призер чемпионата, и умеешь делать брови за 30 минут, возможно, ты там межнец, в лец, на дуде, грец. Все это нужно уместить именно в своей шапке профиля. Также лучше всего там указывать УТП. УТП – это уникальное торговое предложение, то есть то, что будет отличать тебя от других специалистов, за что тебе будут платить деньги. Возможно, ты делаешь макияж и прическу одновременно, либо же даришь какие-то подарки. Делай свадебный образ за 60 минут. Да. Макияж плюс прическа. Что-то такое, что отличается. Также тут не указано ни номера, ни адрес указан, кстати, черноволож 63, но нету никакой кликабельной ссылочки, чтобы перейти и посмотреть через Google карту, либо же можно позвонить, но нельзя перейти через Google карту. Чтобы такое исправить, лучше всего пользоваться таким сайтом, как Топлинк. С помощью Топлинка можно подгрузить всю актуальную информацию о себе под одной ссылочкой, сделать кликабельные кнопочки, и таким образом человеку будет легче найти твой сайт. И вот эту всю информацию лучше все вынести в Топлинк, на что я делаю там. И сразу прайс, мне кажется, это актуально, да? Чтобы человек не искал. Также по поводу прайса сразу перейдем к хайлайту. Можно также публиковать свой прайс в хайлайту. Тут он есть, это классно. Давайте разберем с той стороны, чтобы лучше было изменить данный профиль, что можно было бы улучшить. Во-первых, тут нет видео, а мы все знаем, что за видео сейчас просто это будущее. Даже сейчас есть такой секрет, что специалисты, вообще в принципе пользователи инстаграма, они берут фотографию, добавляют ее в какой-то там видеоредактор, делают ее, преображают видео, публикуют, и таким образом эта фотография, которая там длится уже как видео две секунды, набирает больше просмотров, потому что это видео. Офигенно. Секрет. В этом же профиле нет видео, лучше всего добавить было бы сюда как можно больше контента профессионального, которое было бы записано на видео. Если мы посмотрим, тут есть какие-то посты, на которых написано какой-то текст, но, к сожалению, он нечитабельный. Если вы посмотрите, то невозможно прочитать. Ну, то есть визуально хочется изменить что? Во-первых, не выставлять очень сильно близко лица. Например, вот на данной фотографии ты не понимаешь, что здесь ресницы. Вот в данном случае лучше бы было бы вот обрезать таким образом и сразу понятно было, что это ламинирование ресниц. Абсолютно согласна. Дальше, что еще тут важно, что некоторые фотографии выставлены просто, некоторые посты, точнее, выставлены просто с одной фотографии. Лучше всего так не делать. Сейчас классно, когда люди выставляют посты в карусель. Дело в том, что сколько фотографий мы добавили в карусель, столько раз этот пост высветится у нас в ленте. То есть добавили мы 10 фотографий, 10 раз его покажут в ленте. И на первый раз, там, первый раз человек листает, возможно, ему не так понравится этот пост. Второй раз листает, увидел, думает, ну, тут может уже и есть что-то хорошенькое, может и лайкнет. На третий раз подумает, ой, можно уже и сохранить и так далее. То есть в данном случае нет системы. Видно, что просто фотографируют клиентов, контент лучше делать отдельно, снимать отдельно и сделать систему, например, там, однокрупная фотография, потом там мелкая, крупная-мелкая, либо чередовать крупная предметка. То есть выбрать какой-то один стиль ведения профиля, либо шахматку. Вот я шахматка веду, мне так проще, я могу там чуть-чуть ее сбивать, но все равно визуально мне так проще понимать, какой должен быть следующий пост. Шок-аброс. Тут, если зайти, у меня, честно, сразу приятное ощущение, видно, что есть какая-то структура, а когда есть какая-то структура, то сразу вызывается какое-то эстетическое удовольствие. И доверие к специалисту. Да. Во-первых, тут правильная шапка профиля, мы сразу видим, что тут есть и регалии, и сразу хочется пойти к этому специалисту, из-за того, что ты ему доверяешь, видишь уровень его экспертности. Помимо этого, также есть и хайлайтс, есть и прайс, показывается и личный бренд, что сейчас без этого никуда. Многие спрашивают, нужно ввести отдельный аккаунт, либо же ввести аккаунт совместный, свою личную жизнь показывать, и какие-то свои бьюти работы. Я за то, чтобы ввести совместный аккаунт, это сто процентов. Людям всегда интересно порыться в шкафчиках, узнать, что там у тебя, что ты ешь, что ты одеваешь, а как ты спишь, а с кем ты спишь и тому подобное. Поэтому точно я за совместное мнение. Сколько личного и сколько личной информации давать процентов? Я всегда разделяю так, 80% продающего контента и 20% именно личного. Но что очень важно для бьюти специалистов? Если все-таки мы выкладываем какой-то личный контент, например, фотографию с мужем, с детьми и тому подобное, классно, когда говорим о нем в контексте профессиональной деятельности. Например, как совместить личную жизнь и работу по 12 часов? или там как оставаться хорошей мамой, если ты пахаешь как лошадь и тому подобное. То есть 24 часов в шрифте, да? Да. Поэтому это будет интересно не только клиентам, но и другим специалистам и будет все равно демонстрировать вас больше с профессиональной стороны. Что в этом аккаунте можно было бы улучшить? На самом деле прошлый шрифт, который использовался в данном аккаунте, он более читабельный. Например, вот тут, где миф или правда написан или этапы заживления, он лучше воспринимается, чем шрифт с засечками на постах. Ты лучше его можешь прочитать. Тут классно, что есть много видео и есть красивые фотографии работ, на которые ты смотришь и тебе не страшно прийти к этому специалисту. Тебе хочется такую же работу и эта работа вызывает вау-эффект. Но вот, например, профиль уже несколько раскладок ведется в одном цвете. Это не приедается людям? Стоит ли менять цвета, например, либо иметь все-таки единый стиль и постоянно в едином стиле двигаться? На самом деле, если посмотреть по Иланту, можно понять, что нам нравится двигаться в разных стилях. Но всегда важно делать то, что не только нравится всем, да? Если ты специалист, если тебе нравится вести в каком-то определенном стиле, ты выбрал для себя какой-то цвет, ты можешь это делать. Это неплохо, это никто не запрещает. Но всегда лучше, когда все равно меняется какой-то оттенок, хотя бы посезонно. То есть таким образом ты все равно водишь какие-то фишечки и всегда ставишься интересной аудитории. Емельянова Анастасия. Также можем заметить, что тут есть шапка профиля и что тут мы можем, на что вот тут мы можем обратить внимание, это на хайлайт, которые просто под картиночками. Вот вам такое нравится? Мне больше нравится, если я там вижу какое-то лицо, например, что-то живое. Но наверное, если бы я записывалась к Насте как на бро или на макияж, мне бы было удобно. Я вижу отзывы, нейлс, бро, и меня ничего не отвлекает. То есть как для специалиста, наверное, лучше вот таким образом. На самом деле, если нравится больше минималистический стиль, можно вести и так. Но я тоже за то, чтобы было какое-то либо лицо, либо глаз, либо даже просто какое-то картиночка там прайса, чтобы было видно, что там прайс, какой-то текст. Потому что ты заходишь, и тебе сразу на что-то хочется нажать, тебе что-то цепляет твой глаз. То есть кнопочка должна быть привлекательной. Да, конечно. Что в этом аккаунте есть? Есть видеоработ, что очень важно. Есть видео с каким-то процессом, который демонстрирует, да, экспертность набирает. 3000. То есть видеопроцессы набирают больше, чем просто видео, например, бровей. Да, и многие еще говорят, что а зачем мне записывать там видео, как я ламинирую ресницы, или как я крашу брови, это моим клиентам совсем не интересно, они хотят увидеть результат. На самом деле всем интересно. Если мне кажется такие клиенты, которые приходят и еще и говорят, а какими вы кисточками красите? Ну смотри, вот Настя, например, у нее классный профиль, у нее, в принципе, хорошее количество подписчиков, но просмотров или там лайков не так много, потому что город сам по себе небольшой. Вот Настя, откуда она у нас с Мельгорода? Да, это бывший Димитров, это очень небольшой город. Как увеличить все-таки количество просмотров с учетом того, что контент хороший, откуда можно еще привлечь аудиторию? Мы не можем встретить выставлять на Reels, но если бы она выставляла их, точно бы аудитория увеличилась. Также, если посмотреть на количество подписчиков и сопоставить с количеством лайков, то можно сделать предположение, что, скорее всего, Настя когда-то где-то этих подписчиков взяла. Возможно, с какого-то гива или где-то... О, это я знаю. Откуда взять ненужных подписчиков? Это я знаю, это вы мне обращайтесь совсем. У меня их 428 тысяч, шучу. А то сейчас мои подписчики начнут писать. Я живой! Это... Вот. Поэтому так, возможно, профиль немножко из-за этого проседает. А извини, перебью, а есть какие-то способы отписать вот этих ботов? Да, есть различные сервисы, которые отписывают, но их нужно выбрать очень аккуратно из-за того, что есть много недобросовестных, есть много, которые работают неправильно и могут отписать реальных подписчиков, не ботов от вас. И таким образом... Лучше всего, если отписывать людей, то отписывать их вручную. Но очень важно, что если отписывать там более 40-50 человек в день, вас могут... Меня блокировали. Следующий профиль это Алена Шабалина, нижнее подчеркнение, бровз. Сразу хочу сказать, что лучше всего в названии профиля указывать просто свое имя и фамилия, не писать ни бровз, ни мейкап, ни муа и так далее. А секси-черри? И секси-бровз, и лакшери-бровки тоже не надо. Не надо, да? Имя, фамилия. Да. И лучше всего, чтобы это было, если вы хотите не писать слитно, лучше всего, чтобы это было через нижнее подчеркивание. Не Анна Кравченко все слитно, да? А имеется в виду Дигит? Ты имеешь в виду это? То, что, например, Алена не точка Шабалина, а Алена нижнее подчеркнение, да, лучше всего писать через нижнее подчеркивание имя профиля. Дальше, то, что мы уже говорили, в этом профиле лучше всего было бы изменить шапку профиля, потому что тут написано, что рублю идеальные бровы и завтрашный окремный кабинет в центре места. Если бы тут было уникальное торговое предложение, какие-то регалии, также добавлен топлинк, и не просто указан город Борисполь, а адрес, людям было бы легче как минимум найти, позвонить и понять ближе этого специалиста. Мне еще бы хотелось изменить аватарку, потому что очень плохо читается лицо. Дело в том, что аватар это первое, что видит человек, и как бы ты хотел или нет, встречают тебя по одежке. И если там будет или какая-то лампа, или просто фотография, на которой плохо видно вас, то человек в поиске, даже когда будет искать профиль, он не обратит на вас внимания. Поэтому тут правильно подмечено, лучше всего изменить аватарку. Нужно сделать желательно на светлом фоне, либо на ярком каком-то, да, но чтобы это была красивая фотография. Дальше. Highlights. Также, что в этом профиле классно было бы, если бы в highlights была информация о том, как найти короткое видео, как добраться до места, потому что очень часто, если специалист занят, он не может взять трубку и тому подобное, проще найти его через highlights, через видео и так далее. Также тут нет возможности позвонить. Очень многие специалисты боятся добавлять свой номер телефона, они думают, что начнут звонить какие-то мужчины и тому подобное. Можно сделать там два разных телефона, можно рабочий, можно личный сделать. Как мы видим, тут, если есть видео, то они не относятся к профессиональной деятельности и никак даже в описании не написано, как это может с этим быть связано. Такое лучше всего, если и постить, то постить самое лучшее, самое красивое какое-то видео, где вы там рисуете картины или пошли в поход и так далее. Такие видео, они только будут отталкивать ваших подписчиков. Еще что важно, если выставляем уже фотографии в карусели до-после, то очень важно, чтобы сначала фотография шла после, а потом уже только до. Да. Я бы что тут улучшила, это качество контента. То есть нужно снимать как можно больше работ, снимать это при хорошем освещении, лучше всего использовать либо видео свет, даже для фотографий сейчас его все используют. Мы используем вот такой видеосвет и также мы используем вот у нас есть маленький видеосвет и есть большой, который именно для видео в ТикТоке мы снимаем только с ним. Что также важно, если мы зайдем в какой-то из постов, то мы можем увидеть, что тут в постах стоит геопозиция, не на всех, во-первых, постах вот она стоит, а если стоит, то разная. Если стоит геопозиция разная, это хорошо, так нужно делать. Дело в том, что когда мы ставим разную геопозицию, особенно популярных мест в своем городе, эти посты подтягиваются под эту геопозицию, таким образом мы можем собрать дополнительную аудиторию. Также классно, когда мы ставим хэштеги. Многие говорят, что хэштеги не работают, это все уже бред и тому подобное. Нет, работают. Просто работают не высокочастотные хэштеги, а низкочастотные. Что такое высокочастотные хэштеги? Это, например, хэштег Броуз. Под ним очень много публикаций, если ты выставишь какой-то пост, скорее всего, его никто никогда не найдет и он канет лету. А если, например, поставить брови там центр, или какой-то даже район в городе, многие пишут, например, Киев, Левый берег или Киев, Французский квартал. Таким образом, мы сокращаем аудиторию, которая это может увидеть, и тоже пост можно найти. В этом профиле нужно работать над структурой, создать какой-то один стиль. Моя рекомендация это выделить в неделю два часа времени вот прям в календаре себе прям работа над контентом. И ты понимаешь, что у меня не хватает работ, либо у меня не хватает предметной съемки, либо не хватает какого-то видео. Тем более, видео может быть совсем коротенькие. Просто вы сняли себя там с кисточкой и написали пять топовых кистей, читай в описании, да, и все, и ты в описании уже описываешь эти кисти. Дальше, что-то есть просто фотография, да, непонятно, во-первых, это специалист сейчас или клиент, и что тут этим хотелось бы сказать. Было бы классно, если был бы какой-то короткий там целый день работаю с лентами, да, например. Дальше, тоже есть видео, видео, кстати, видео классное, реально в сторисах круче видео, чем в ленте. Вот это видео можно бы уже было написать, какую я использую краску, либо как часто красить брови, как ухаживать за бронями. Просто выгрузить себе в ленту и написать куда полезненькие, коротенькие, даже после на втором абзаце. И дело в том, что если бы даже тут на этой истории было написано там какая-то полезная информация, уже бы эта история стала бы намного ценной. Сохранение имеет значение, правильно, для профиля? То есть, чем больше сохранений, тем круче. Вообще сейчас дело в том, что люди не лайкают в основном посты. Сейчас некоторые даже убирают возможность лайкать пост на своем аккаунте. Это можно так сделать? Можно скрыть лайки на своем аккаунте? То есть, если у вас небольшое количество лайков и вы за это начнет отчет комплексуете, просто их скройте. Следующий у нас профиль Алена Бондарева А.Б. Сразу, что хочу сказать, классно, что вот эта ссылочка с адресом, эта строчка, она кликабельная. Ты можешь найти в карте и сразу ее быстро найти. Дальше, мы видим, что тут есть и прайс, видно, что продают какие-то курсы, отзывы, есть различные мероприятия, которые посещает человек. И есть работы, видно, что человек занимается ламинированием ресницы, крашенем бровей, много видео. То есть, в данном случае нужно работать не столько над визуальной составляющей профиля, сколько над его раскруткой, продвижением. У многих есть такая проблема, что они с маленьких городов, и они не могут найти себе модели. Что с этим делать? Я ищу модель, если мне надо, даже на улице. Идите, это правда. У меня была недавняя ситуация, я пошла в банк класть деньги на карту, иду и пишу в группу рабочую, пишу, вот если нужна мулаточка есть. Они пишут, в смысле? А я просто шла, возле метро смотрю, там стоит мулаточка. Я сначала прошла мимо, оборачиваюсь, так думаю, неплохая. Пошла обратно, говорю, можно тебе инстаграм, пожалуйста. То есть, кто хочет, это всегда найдет, можно искать где угодно. Даже если они вам откажут, ну одна откажет, вторая откажет, но десятая, двадцатая не откажет. Точно так же пишите прям в инстаграм, в директ, ну отказаем, ничего страшного. Написали еще одно, мы когда ищем модели себе на съемке, мы реально по 50, по 60 девочек, причем там и уговариваем, что только не делаем, да, симпатичные, подстраиваемся под них, да, это большая работа. Но зато у нас есть результат. Также по поводу продвижения, что еще можно делать? Можно там коллаборироваться с различными инфлюенсерами в твоем городе. Можно проводить с ними прямые эфиры, не обязательно даже, которые связаны исключительно с там с бьюти. Можно приглашать каких-то психологов, либо просто популярных людей. следующий, последний наш аккаунт это Leah Browse. Тут, что первое бросается во внимание, это то, что этот аккаунт светлый, тут контрастные светлые фотографии, которые привлекают внимание, на которые приятно смотреть. Что тут хотелось бы изменить, как всегда, это видео, это поставить даже просто картиночка и без какого-либо текста. Все равно должен быть всегда определенный посыл, поста. Да, также такая штука, что если вы там берете какую-то фотографию, например, там, какой-то бренд, то лучше всего отмечать этот бренд на фотографии. Очень много специалистов, они отмечают просто в тексте. Этот в тексте, то, что отмечено, никогда бренд не увидит. Столько ему приходят уведомления, что никогда вас не заметят. вас никогда не заметят. Лучше всего отмечать именно в посте таким образом этот пост отображается на страничке бренда, и вас увидят не только там SMM-специалисты данного бренда, а также и другие люди, потому что он светится в отметках. Также делайте на историях, отмечайте на историях бренд, ставьте историю, ставьте отметку, делайте ее маленькой, двигайте куда-то в какой-то угол, чтобы ее не было видно, но бренд увидит эту историю. Бренду всегда классно, когда вы делаете какой-то контент. Значит, что SMM-щику не нужно его делать. Да, да, вот бровисты, кто работает на ИЛАН, обязательно отмечайте прямо на фотографиях и на сторис, потому что мы очень, мы смотрим все, самые лучшие работы мы постим, и вы же понимаете, аудитория большая, 100 тысяч подписчиков, и в ИЛАНе у нас полностью все органические подписчики, чем я его очень горжусь, мы там на каждой тысячной просто трясемся, чтобы у нас шел рост, и вас увидит большое количество других специалистов, это круто. Если мы на какие-то вопросы не ответили, обязательно напишите их в комментариях, Сайли также просматривает мой YouTube, и она ответит на все-все-все ваши вопросы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и до встречи через неделю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!